Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами игра, думай, зная, познавая Супер Блиц. Весь февраль и март мы с вами экспериментировали. Определяли, какая же шкала будет идеальной. И мы решили, мы решили эту шкалу 15 баллов оставить. Пусть людям везет, пусть люди выигрывают. Но, маленькая оговорочка. Скажем честно, мы иногда закрывали глаза на то, что люди отвечали неправильно или отказывались от ответа. И мы не снижали количество баллов. Сейчас такого не будет. Ответил неправильно, уходишь в минус, значит, будет этот минус учитываться. И при учете всех вот этих минусов и плюсов, нужно набрать те самые заветные 15 баллов, что доступно и легче стало намного, чем раньше. Я имею в виду, стало для того, чтобы выиграть в игре, Думай, Знай, Познавай, Супер Блиц. Ну что, поехали задавать вопросы. Здрасте, представьтесь, пожалуйста. Диана. Диана, очень приятно, меня Кирилл зовут. А как зовут? Скажи Артем. Артем. Хорошо. Кирилл, давай ты не будешь говорить, вот что будет, то будет. Вот просто снимай. Ладно, давайте, давайте. Ты помолвишь. Отрежете все, что не надо. Итак, ну что, я по очереди задаю всего лишь 5 вопросов. Думайте над ответом, и каждый вопрос оценивайте минимум водил в 1 балл, максимум в 5. Поехали. Первый вопрос. По одной из версий, этот липкий материал был создан для очистки обоев. Не получив должного результата, про него решили забыть. Однако коллега-изобретателя увидел в нем игрушку для создания фигур. Так родился вот эта вот игрушка. Слайм. А более жесткий вариант? Лизун. А какой? Ну, более жесткий вариант этого слайма. Вот слайм вот такой, знаете, дм-м-м. Жвачка. Жвачка. Нет, вы его дети играют. Пластилин. Ну, давайте что-нибудь из этого выберем. Пластилин. Пластилин. Да. А на сколько от 1 до 5? 2. 2. Это правильно. Действительно, это пластилин. Вы старитесь повернуться, да, вот так, чтобы мы обе камеры. Так. Теперь ты будешь открываться. Это внимательнее слушать. Теперь открываться будешь полчаса. Второй вопрос. Как называется напиток, получаемый из молока кобылиц? Кумыс. Кумыс. Уверены? Да. На сколько? На 100%. На 5 баллов. Да. Конечно же, это кумыс. 7 баллов в вашем активе. Третий вопрос. В переводе с испанского это слово обозначает стручок. В русском этим словом мы называем пряность, имеющая широкое применение. Вот знаете, какой стручок? Ваниль. Ваниль. Но я не уверена, что это испанское. Раз, два, три, четыре. Проверка. Микрофон. Понятно. Мы уже проверили, работает. Ну, интервью надо взять. Это не интервью, это игра. Можно, вы пока не мешайте, ладно? Сейчас вот закончит девушка, потом мы можем с вами поиграть. Я попаду туда, на экран. Да, обязательно. Вы можете подождать, и потом вы вместе там поиграете. Только, пожалуйста, не мешайте сейчас, ладно? Умоляю. Макареев, хватит. Хватит. Так. Еще, еще, давайте, давайте еще раз. В переводе с испанского, в переводе с испанского, это слово обозначает стручок. В русском этим словом мы называем пряность, имеющую широкое применение. Вот в виде стручка у нас такая пряность. Сейчас мы используем порошок. Перец. Пряность. Такая, аромат. Перец. А мы выпечку добавляем. Ээээ. А какие еще варианты? Забыла. Ну, первый вариант. Ваниль. Но это не... Стручковая такая, да? Вот. Я не уверена, что в переводе с испанского она может означать что-то. Ну, пускай будет ваниль. Ваниль. А на сколько? Не уверена. Не уверена? Не уверена в количестве баллов? В ответе. В ответе, понятно. Два, три. Пять. 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 Это правильно. Это ваниль. Ваниль. Двенадцать баллов в вашем активе. В какую реку впадает река Ака? Волга. Миссисипи. Волга. Амазонка. Нет. Волга. 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 Нет. Какая у нас еще река есть? Енисей. Нет. Лена. Нет. Тунгуска. Нет. Это все северное. Биться. Переплюйка. Нет. Ака. Ну, либо в Дон, либо в Волгу. Что-то одно из двух. А что? Ну, смелее. Ака. Пускай в Волгу. В Волгу. На сколько уверены? На четыре. На четыре. Шестнадцать баллов ваше. Итак, последний вопрос. Тестный вопрос. Будет четыре варианта ответа. А, подождите, а мне сколько надо набрать? Пятнадцать. А у вас уже шестнадцать. А. Да. Ну, если сейчас вы ответите неправильно, и вы сминусуете себе, можно еще и без приза остаться. А мне шутки. Как же? Обижаете. Так, в 1940 году Чарли Чаплин на собственные деньги снял фильм «Великий диктатор». Кого высмеивал он в этом фильме? Сталина, Гитлера, Муссолини или Черчилля? Или Муссолини или Черчилля. Давайте. Или Сталина. Черчилль. А может Гитлер? Нет. Не Гитлера, да? Черчилль. Черчилль. Да. А на сколько уверена? На пять. На пять. А если сейчас поставите один и проиграете, останетесь при пятнадцатый балл? Я буду за Черчилля. А может, все-таки один балл поставите? Нет. Один я поставлю на Муссолини. Ну вот, на Муссолини. Ставите один. Ставлю пять на Муссолини. А пять может, кого-нибудь на другого поставим? Нет. Скажем честно, мы иногда закрывали глаза на то, что люди отвечали неправильно или отказывались от ответа, и мы не снижали количество баллов. Сейчас такого не будет. Ответил неправильно, уходишь в минус, значит, будет этот минус учитываться. Нет, давайте будут за Черчилля. На один? Нет, на пять. Может, на один? Нет, я не за приз. Я за ум. Ну, может, все-таки один? Ответил неправильно. Уходишь в минус, значит, будет этот минус учитываться. Ну хорошо, давайте Черчилль, Сталин. Кто еще? Гитлер. Гитлер. А, еще может быть Гитлер. Гитлер в сороковом году. Возможно, снимал... Чарли Чапли на свое собственное бабло снял... Я что-то помню, этот фильм. Во! Ну так про кого? Про Гитлера. Про Гитлера? Да. Три балла Гитлеру дадим. Да. Не один, не пять, три. Да. Три. Да. Точно. Точно. 19 баллов, и вы побеждаете в игре. Вы ответили на все вопросы. Вам в подарок вот такой браслетик, вот светонакапливающий. Да. То есть, вот если его так подержать, он потом будет светиться. Вот здесь написано, видите, думай, знай, познавай, и победитель. Вы являетесь победителем нашей игры. Пожалуйста, покажите. Пожалуйста, покажи. Покажи. Вот скажи, вот смотри, вот что у меня есть. Покажи, дядя. Ну, покажи. Ну, Илла. Ладно, спасибо вам огромное. Да. Спасибо. До свидания. До свидания.